Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня у нас будет обзор на мультитул от Лейзерман, который называется Free T4. Самый что ни на есть свежачок, мультитул вышел в 2019 году вместе с более такими крупными своими собратьями из одноименной серии. На один из таких вот больших мультитулов я уже снимал обзор. Есть видосик на канале. Хотите верьте, хотите нет, но вот этот вот Лейзерман Free осел у меня в городских штанах, я его таскаю практически каждый день с собой. Несмотря на то, что у меня есть более флагманские мультитулы от Лейзермана, типа Charger TTI, но вот как-то этот мне больше понравился. Не знаю, клевый дизайн и он такой весь какой-то плавный. В общем, не знаю, пришелся по душе, поэтому ношу его практически каждый день с собой в штанах. Но сегодня разговор пойдет о его младшем брате от Free T4. Кстати, мультитул на обзор предоставил официальный дилер Лейзерман в России. Ссылка на них будет в описании под роликом. Итак, первое впечатление от мультитула. Я ожидал, что он будет больше. Я вообще не уверен, что этот нож можно называть мультитулом. Конечно, здесь есть несколько инструментов, но я все-таки больше привык называть мультитулами такие вот большие истории, где есть плоскогубцы. Здесь все гораздо миниатюрнее и компактнее. Видимо, Лейзерман решили покуситься на территорию виксов и отнять у них часть аудитории. Получится у них это или нет, давайте с вами разбираться. Когда я смотрел на него в интернете, мне казалось, что он где-то в пол раза больше. Мне казалось, что это вот такая вот половинка от большого мультитула, но нет. Он серьезно меньше. И клиночек здесь совсем небольшой. Когда я рассматривал фотографии в интернете, мне казалось, что все гораздо габаритнее. А это такой абсолютно миниатюрный карманный нож. Очень крутой дизайн. Не знаю, мне по душе пришлась эта серия Free. Я уже пел дифирамбы большого мультитулу. Здесь все тоже дико стильно, клевый форм-фактор, красивые накладочки, все инструменты летают быстро, запираются замком очень плотно. И вообще, ну не знаю, как-то по душе мне легла эта серия Free. Во всяком случае, для меня этот дизайн круче, чем у любых Виктори Ноксов. Ну, это, конечно, дело вкуса и, возможно, со мной будут спорить. Если бы меня спросили, скажи коротко, что это за нож, я бы сказал, что это неплохой нож для ежедневного ношения. Что меня немножко смутило, так это клинок. Все в нем круто. Однорукое открывание, хорошая форма, средняя сталь 420HC, но он короткий. Ему не хватило где-то сантиметра два, чтобы стать таким универсальным повседневным ножом. Для того, чтобы нарезать хлебушек и колбаску, этой длины уже не хватит. Ну, может, колбаску вы и нарежете, но с хлебушком уже будут проблемы. Поэтому сантиметрика два бы ему накинуть и было бы вообще все огненно. Но, видимо, Лейзерман гнались за габаритами и хотели сделать реально миниатюрный ножичек. Что из прикольных фишек у нас в этом ноже есть еще? Однорукое открывание. И это действительно полезная, рабочая, удобная функция. Любой инструмент в этом ноже можно достать одной рукой. Ну, кроме, наверное, пинцета. Функция полезная. Я в большом ноже пару раз ей пользовался. Ну, наверное, раза два. Изначально я подумал, что это просто фишка ради фишки. Но, действительно, в некоторых моментах редко, но бывает полезно. Для того, чтобы использовать однорукое открывание, мы давим вот здесь вот на выступ сверху ножа. У нас вываливаются все инструменты. Мы выбираем тот, который нам нужен. Фиксируем его и работаем. И этот инструмент уже 100% не сложится. Здесь очень хороший замок. Это, наверное, главная фишка этого мультитула. Замок здесь просто обалденный. Очень плотно и прочно все фиксирует. И это, наверное, главная отличительная черта Лайзермана от его прямых конкурентов, от Виктори Ноксов. В таких миниатюрных Виктори Ноксах с замками проблемы. В основном их там практически нет. И нагрузки, уж такой вот прям сильной нагрузки на инструмент, ну, там давать не стоит. Погнали по инструментам. Что у нас здесь есть еще? Про клиночек мы уже поговорили. Есть напильник. Напильник по дереву, по металлу. На торце плоская отвертка. Сюда бы уместился более большой напильник. Но они решили поставить такую вот короткую версию. Назвать это полноценным напильником, наверное, нельзя. Но, наверное, в ежедневном ноже, в ноже для ежедневного ношения, какой-то крупный напильник, возможно, и не нужен. Следующий чрезвычайно полезный инструмент, которым я пользуюсь чуть ли не чаще, чем клинком, это открывалка для посылок, она же плоская отвертка. Открывалка для посылок просто бомбическая вещь. Очень удобно резать вот этой вот заточенной кромкой на отвертке всякие коробки, мешки. И вы не боитесь, что вы порежете содержимое посылки, как если бы вы использовали для этих целей клиночек. Действительно полезная штуковина, и я ей частенько пользуюсь. Отвертка, плоская отвертка, которая здесь на торце, достаточно толстая. И, в принципе, здесь такие внушительных размеров по толщине инструменты, на них можно давать достаточно неплохую нагрузку. Следующий инструмент, отвертка на крест, она же открывалка для бутылок. Тоже достаточно толстый инструмент, на него тоже можно давать очень хорошую нагрузку. Шило. На конце шила мы имеем, опять же, маленькую плоскую отвертку, заточенная грань, есть ушко. В принципе, такое неплохое шило, не самое острое, из-за того, что у него на торце плоская отвертка. То есть, для того, чтобы им что-то проколоть, придется ковырять все-таки, а не пробивать прям насквозь. И, в принципе, я не очень понимаю, зачем в таком повседневном ноже нужно шило. Во всяком случае, для меня этот инструмент не самый первостепенный. В повседневной жизни я ничего там не шью и не проковыриваю по коже. И, в принципе, без шила я бы запросто мог обойтись. Ну, не знаю, меня как-то смутило это шило, я бы его заменил на какой-то другой инструмент. Следующий инструмент – это ножницы. Не самые маленькие ножницы, ими запросто можно подстричь ногти на руках и ногах, порезать тонкую ткань. Толстую ткань такими ножницами уже будет резать некомфортно. Здесь такая удобная площадочка под палец, но эти ножницы не самые острые. Мне кажется, что на том же Charger TTI ножницы острее, на VIX тоже ножницы мне показались более острыми. И мой любимый инструмент в этом мультитуле спрятан вот здесь вот в пластиковой накладке – это пинцет. Классный заточенный пинцет. Обожаю пинцеты. Для меня это, наверное, решающий фактор при выборе мультитулов. Люблю пинцеты. Они полезны. Вытаскивать занозы, вытаскивать клещей, вытаскивать всякие неприятности, которые у вас втыкаются. Ну, во всяком случае, я всегда ношу с собой пинцет, и он мне пригождается буквально регулярно. Хороший заточенный пинцет. Доставать его, кстати, легче, чем на том же Laser Money Style, если я не ошибаюсь. Там вот он прям так запихнут серьезно. Здесь все гораздо легче. Удобнее доставать. И на этом все. Инструментов в ноже больше нет. Есть такая вот добротная клипса, удобная для тех, кто носит ножи на кармане за клипсу. Я так не делаю. И я просто кладу нож внутрь кармана. Возможно, эту клипсу я сниму. Здесь есть такая возможность. Что меня немножко смутило в этом ноже? Это пластик внутри. Пластик, конечно, выглядит добротным и прочным. Но я все-таки привык, что в ножах вот эта вот внутрянка сделана из металла. Конечно, это, возможно, увеличило бы вес этого ножа. Ну, невозможно, а стопроцентно это бы увеличило вес этого ножа. И в кармане его носить уже было бы так напряжно. А так он достаточно легкий за счет того, что внутрянка сделана из пластика. Но я как-то привык вот к тому, чтобы внутри вот эти детали были сделаны из металла. Но это, опять же, чисто моя вкусовщина. Чего мне в этом ноже не хватило? Не хватило открывашки для банок. Я бы взял вот это вот бесполезное шило для меня. Может, кому-то очень оно полезно. Но мне нет. И заменил бы его на хорошую, острую открывашку для банок. Что в этом ноже мне понравилось? Достаточно неплохой набор инструментов, если закрыть глаза на шило. Все по уму, все полезное. Отвертки, ножницы, клиночек, напильник. В принципе, все, что нужно. Пинцет. Я без пинцета вообще из дома не выхожу. И действительно, неплохие инструменты собраны в этом мультитуле. Нет ничего лишнего, типа зубочисток, крюка для развязывания узлов и таких инструментов, которые у вас есть в мультитуле, но вы ими никогда не пользовались, потому что забыли, что они вообще там находятся. Но они просто придают лишнего веса вот этой вот истории. Этот нож, в принципе, комфортно носить в кармане. Он не тяжелый за счет вот этих вот пластиковых накладок. Смог ли Лайзерман переплюнуть Виктори Ноксы? В каких-то аспектах явно да. Во всяком случае, для меня они переплюнули их в дизайне. Дизайн линейки Free мне нравится гораздо больше, чем любой дизайн Виктори Нокса. Это, конечно, вкусовщина. Если говорить более объективно, то Лайзерман сделали более прочный и надежный нож. Здесь у нас есть замок, здесь у нас есть надежные толстые инструменты, которые выглядят так, как будто ими можно открывать какие-то железные двери. В Виктори Ноксах, во всяком случае, такого размера, такого формата, с замками проблемы, там лезвия складываются. И нагрузки особой на инструменты можно дать, конечно, но нужно всегда держать в голове, что они могут сложиться. Здесь все гораздо надежнее и работать этим ножом можно не опасаясь. Но, конечно, Виктори Нокс выигрывает в плане цены. Они гораздо дешевле, чем вот эти вот Лайзерманы. С этим не поспоришь. В общем, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что Лайзерман сейчас только в начале пути, что они вот только пытаются зайти на рынок вот этих небольших ножей. С большими ножами, с большими мультитулами все понятно. Здесь все и так знают, что мультитулы и Лайзерман это самые, что ни на есть топчик, что они одни из самых лучших. С вот этими маленькими историями им придется, конечно, отвоевывать территорию Виктори Ноксов. И это не будет простой битвой, как мне кажется. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого ножа. Переходите по ссылке в описании и сами смотрите на этот нож, на другие мультитулы от Лайзермана. Можете писать в комментариях, на какие мультитулы вам бы хотелось еще увидеть обзоры. Я непременно их сниму. Не беспокойтесь, про Виктори Ноксы я тоже знаю. Уже готовится выпуск, уже пишу сценарий, скоро выйдет ролик. Про Виктори Ноксы тоже поговорим и все расскажем. Разложим все по полочкам, как мы умеем. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому ролику. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, страницу на Фейсбуке, Инстаграм, Лайв канал, где только можно. Подписывайтесь и, конечно же, ходите в походы, друзья. И всем пока!